Айсшток или баварский керлинг появился в городе над Бугом не так давно, но уже успел завоевать симпатии брещан. В эти дни Брест принимает первое в истории города официальное соревнование по этому виду спорта. Сегодня впервые проходит официальный международный турнир с участием 18 команд, 7 стран. И в общем-то мы считаем, что это определенный шаг в истории развития айсштока. И в общем-то очень приятно, что эти соревнования проходят у нас в городе Бресте. Под эти соревнования у нас построены прекрасные спортивные площадки для айсштока, которые, конечно, будут в дальнейшем использоваться и для оздоровления брещан, и для развития такого хорошего интересного вида, как айсшток, которым можно заниматься пожизненно. Главная цель игры – кинуть шток-палку длиной около 30 см, прикрепленную к скользящей поверхности так, чтобы он в зависимости от разновидности игры либо остановился как можно ближе к мишени, либо пролетел как можно дальше. В этом году на Брестской площадке «Помериться силами» собрались команды из семи стран мира, но наши брестские спортсмены конкуренции не боятся, верят в свои силы и только рады тому, что с каждым годом турнир становится все более представительным. Мы, конечно, объективно говоря, юниоры, но мы очень стараемся. Я надеюсь, что сегодня мы займем не юниорское место, а так где-то повыше. Иностранные гости отмечают, что несмотря на совсем юный возраст этого вида спорта в нашей стране, соревнования проходят на очень высоком уровне. Тем более, что для такого летнего безо льда вариант требуется более тщательная подготовка и специальное покрытие. Я был очень удивлен такой площадкой, я просто не ожидал, что будет такая площадка. Но, как я вижу, в Бресте, вообще в Белоруссии этот вид спорта хорошо развивается, и причем неплохие планы. Действительно, популярность айсштока в нашей стране растет. Этот командный вид спорта привлекает в первую очередь своей простотой и демократичностью, так как ни возрастных, ни гендерных ограничений для занятий просто не существует. Единственным необходимым условием, по словам самих спортсменов, является желание примкнуть к дружной команде единомышленников. Анастасия Трухнова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.